Добрый день всем, кто смотрит мой канал, и буду краток. Вчера был день смеха, но в Украине день смеха никогда не прекращается, он круглый год, поэтому сегодня разберем очередную веселую инициативу от Банковой, которую слила на страницах Левого берега известная журналистка Соня Кошкина. О чем идет речь? Речь идет о вечном, о попытке Банковой отправить в отставку Владимира Гройсмана, который давно, как тот атлант, расправил крылья и пытается слепить какую-то свою собственную самостоятельную политическую траекторию. Это, конечно же, не нравится Петру Алексеевичу, и там идет перманентная грызня, тем более, что Владимир Борисович нашел общий язык с заклятыми друзьями из Народного фронта, и тем самым, в общем-то, Порошенко не очень себя комфортно чувствует, потому что птенец оперился и, в общем-то, пошел своей собственной самостоятельной дорогой. Так вот, Кошкина говорит о том, я просто зачитаю, что в администрации президента настаивают на отзыве из кабинета министров четырех членов правительства по своей квоте, по квоте ППП. В частности, речь идет об Александре Данилюка, министр финансов, Ульяна Супрун, медицина, Игорь Насалок, топливо и Тарас Кутовой, АПК, по-моему. И ультиматум со стороны Банковой, по словам Кошкина, звучит следующим образом. Либо Гройсман принимает условия по всем четверым, либо ПП инициирует его отставку. Ну, на самом деле, я думаю, что БПП с удовольствием отправил бы в отставку, ну, точнее говоря, большая часть БПП отправила бы с удовольствием в отставку самого Гройсмана без всяких этих четырех. Поэтому, скорее всего, это повод, точнее говоря, это повод, который запакован таким образом, чтобы одним махом попытаться усилить позиции накануне президентских выборов в условиях, когда президентская кампания фактически уже началась. Что у нас есть по этому поводу сказать? Да все это полная херь, реально. Поскольку я уверен, что Банков и Петр Алексеевич ничего персонально не выиграют от того, что Гройсман уйдет в отставку. Кроме того, что отставка Гройсмана будет сопровождаться грязнёй, срачом и будет демонстрировать раздрай в стане бывших или пока еще нынешних однопартийцев и коллекционеров. И тем самым будет показывать слабость власти. Да, Порошенко там может сделать ход конем. Это же Кошкина говорит о том, что на смену Гройсману могут прийти либо Турчинов, либо Луценко. Ну, с Турчиновым все понятно. Это такой ход, он логичен для того, чтобы заручиться поддержкой Народного фронта, с которым у Турчиново все вась-вась. И тогда, ну, в общем-то, у НФ будет какая-то логика в том, чтобы поддержать такую кандидатуру. Поскольку Турчинов сегодня такой блуждающий джокер, который нужен банковой для того, чтобы провести президентские и парламентские выборы. И поэтому Порошенко пытается его подтянуть к себе. А с другой стороны, это хороший коммуникатор с Народным фронтом, у которого, опять-таки, с которым у Турчиново все вась-вась. Сложнее ситуация по Луценко, потому что сомнительно, чтобы тот же Народный фронт поддержал Луценко так, как он это может сделать в отношении Турчинова. Поэтому здесь вопросы и вопросы. Но самое главное, здесь кроется множество подводных мин. Вот когда запускается такой процесс и начинается вот эта вся новая коалициниада, там, новые переговоры, новый сраз. Чем более все это на фоне приближающегося лета. Следовательно, скоро Верховная Рада пойдет на каникулы и выйдет, выпадет из политического процесса, там, на полтора, на два месяца. И это в условиях, когда время на вид золота, то, ну, в общем-то, все это дает формальные и неформальные поводы для того, чтобы подчеркивать слабость власти. Тем более, если вдруг что-то пойдет не так, то банковая там пугает всех досрочными выборами. Но мы в Украинском институте будущего еще в декабре 2016 года расписали все возможные варианты развития ситуации, которые были прописаны в сценариях на 2017 год и которые, в общем-то, переходят и на 2018, и на 2019 годы, поскольку там достаточно универсальная схема. Так вот, мы рассматривали варианты сценария досрочных парламентских выборов и мы четко говорили о том, что для президента досрочные парламентские выборы выгодны в том случае, если они осуществляются до осени, до середины осени 2017 года. Потому что были еще там остатки рейтинга какие-то, были, есть возможности, были возможности каким-то образом мобилизировать админресурс. Сегодня же, если президент накануне президентских выборов идет на досрочные парламентские перевыборы, когда его рейтинги уже подупали, не так трагично там, как нам пытаются говорить, но тем не менее, они маленькие, так же, как и у всех остальных кандидатов. Включая Юлию Владимировну, которая там рисует какие-то большие рейтинги. У всех на уровне 8-9, там 10-12%, при 55% неопределившихся. Так вот, в этих условиях, ну, сомнительно, что Петр Алексеевич сможет сколотить такую же коалицию, как это получилось в 2014 году. Точнее говоря, он ее не сколотит. Это будут опять мелкие фракции, точнее говоря, это будут еще более раздробленные и мелкие фракции, чем в сегодняшнем парламенте. Соответственно, парламент будет менее устойчивый, коалиция будет менее устойчивая, правительство будет более слабое, чем сегодня. И все это накануне президентских выборов. Вопрос, что получает президент? Да, президент получает как раз ослабление своих позиций, поскольку все будут его обвинять в том, что он не способен играть как арбитр, не способен утихомирить противоборство в парламенте. И, как следствие, проще будет выбрать другого президента. Другой вариант итогов парламентских выборов досрочных. Это 2007 год, когда появляется в Верховной Раде достаточно сильная антипрезидентская коалиция из нескольких крупных партий. Тогда это была Тимошенко с партией регионов, которые играли время от времени в унисон и блокировали инициативы Ющенко, какие бы они там ни были. И здесь может возникнуть точно такая же ситуация. То есть первый вариант досрочных парламентских первыборов это слабая раздробленная коалиция на мизерах, когда все играют. Второй вариант это сильная антипрезидентская коалиция, опять-таки накануне президентских выборов 31 марта 2019 года. Вопрос, что получает президент в этой ситуации? Сомнительно, что он получает какие-то выгодоприобретения. Даже если они просто уберут Гройсмана и подвесят в качестве ИО первого вице-премьера, то опять-таки все это будет квазикоалиция консервации, которую мы описали в прогнозе на этот год. Вот о чем мы говорили в прогнозе. Мы говорили о том, что в этом году власть будет нацелена на том, чтобы законсервировать существующий порядок вещей, консолидировать финансовый ресурс для того, чтобы в 2019 году купить тем или иным образом итог президентских и парламентских выборов. И все это будет происходить на фоне формирования коалиции, самых различных накануне президентских и парламентских первовыборов, которые в общем-то к концу осени, началу зимы 2019 года определят характер вот этих двух самых важных компаний, которые будут в 2019 году. Ну, в общем-то, вот так оно все протекает. Срач, глупость, перманентные ошибки, которые усугубляют без того неустойчивое положение правящей коалиции. И на выходе ведут медленно, но верно тянут ее к разгрому в 2019 году. Хотя, я скажу честно, я и так удивлен, что мы доползли до этого момента без каких-то социальных потрясений, поскольку в 2014 году все выглядело намного мрачнее, чем мы могли предположить в самых серьезных прогнозах и смелых прогнозах. Но мы должны понимать, что мы находимся в революционном процессе. Мы находимся на втором этапе медленной украинской революции, который в любой момент может перейти в третий, более радикальный этап, который там прописан классиками различными. Да, вот взять, у меня на столе книжка лежит «Владимир Мау. Революция. Механизмы предпосылки последствий радикальных общественных трансформаций». Вот хотя бы такая книжечка можете открыть, там периодизация прописана, таких книг полно. Так вот, это и упускается из виду нашими элитами сегодня, что ситуация может резко обостриться в любой момент. Кстати, последняя социология Республиканского института штатовского, который работает в Украине, она показывает ровно то же самое. Они даже вчера или позавчера на «Голосе Америки» говорили об этом же. Поэтому, ну, это такая турбодемократия. Вот мы находимся на этапе турбодемократии, когда старое государство, оно разжижается и постепенно снижает, а новая государственность, она где-то там потихонечку выкристаллизируется в вот этих вот схватках срачи и, ну, в какой-то момент начнет всплывать. Только вопрос заключается, в какой форме она всплывет, в радикальной или менее радикальной, и какой ценой мы обеспечим переход к новому государству, к новой государственности, каким будет этот следующий политический режим. Спасибо. Пока.